Пес Рексик радует хозяйку своими успехами. После начатого лечения Рексику из домашнего мини-приюта Людмилы Чернецкой стало намного легче. Хотя бы он по сравнению с другими радует хозяйку своими успехами. Все больше мальчик пытается лежать и облокачиваться на передние лапы. Аппетит хороший, особенно любит он свою курочку. Друзья, большое спасибо за вашу помощь и поддержку. Очень сложно одному создавать хорошие условия для животных. Особенно поддерживать их диету и лечить. А их у Людмилы Чернецкой много и почти все уже на спецкормах. Огромное спасибо, что не забываете нас и поддерживаете наших хвостиков. Ну и пока есть время, хотелось бы поговорить о ситуации с препаратами и медикаментами в ДНР. Вы знаете, что вот Рексику мы ставили свечи от простатита, так сказать, и они очень дорогие. Но проблема еще вот в чем. Естественно, вы знаете, большая часть аптечки для животных покупается совершенно не в ветклиниках, а в обыкновенных аптеках. Сейчас у нас очень большая проблема и причина ее не совсем понятна, потому что официальных комментариев каких-то нет на этот счет. С противовирусными препаратами, ну это менее, да, как бы важно для животных. Но более страшно то, что нельзя купить антибиотики. Антибиотики, извините, нужны всем. И если они есть в тех редких случаях в аптеках, то цены завышены. Вообще-то, законно, ну это я не знаю, не могу сказать. В Министерстве здравоохранения ДНР сообщают, что все есть и проблем ни с чем нет. Но, тем не менее, чтобы что-то купить, вам придется обойти 3-5 аптек. Ну, если это Донецк, да, большой город. В маленьких городах там вообще, не соблюдая какие-то уже противосторожности, люди по 20 человек стоят в очереди. Правда, в аптеку запускают в дистанции метр-полтора, не более трех человек обязательно в масках. Но, тем не менее, огромные скопления вокруг аптек. И цены, опять-таки, завышены, препаратов никаких. Лично я не смогла, допустим, никаких от простуды порошочков вот этих родителям купить. Не было даже кальция глюканата, который, ну, казалось бы, ну, это даже не лекарство и не витамин, ну, просто это обыкновенные кальции. Это, как бы, смешные, не жизневажные препараты, да, с одной стороны. Но, с другой стороны, ты начинаешь идти по списку из лекарств, и ты вряд ли что-либо сейчас найдешь в наше время. И, опять-таки, повторюсь, если есть, то цены завышены. И вот реально люди, волонтеры, медсестры, знакомые, скидывали уже фотографии в аптеках препаратов, которые стоят, ну, чуть ли не в два раза дороже. И это какой-то беспредел. И вообще, я не знаю, такое ощущение, что эти аптеки какие-то монополисты, и никто никак, ну, вообще этот вопрос не регулирует. Все-таки, ну, какие-то аж есть дельта, ну, ладно, плюс чуть-чуть подорожало. Изначально повязка, да, вот эта, которая намордник, 8 рублей, по-моему, стоила, потом она уже стоит 42, потом уже это покупайте тканевые подвести и так далее. Ну, точно так же уже и с таблетками, с уколами. И уже девочки посты выставляют списки, там, ампулы, таблетки, все что угодно. Очень большой список, и уже это не только антибиотики. И говорят, даже иногда смысла нет спросить какие-то помощь средствами, если нереально купить какие-то препараты. И просто выставляют списки огромные, даже, может быть, чуть-чуть преувеличены, чтобы из этого списка, чтобы кто-то по месту мог купить и принести хотя бы по одной ампуле, по паре таблеток и так далее. Ситуация очень страшная. Корма подорожали невероятно, мясо и так далее. Крупы даже дорожают, что говорит, сахар подорожал. И у нас, естественно, сложнее ситуация, чем в какой-то там Украине или в России, потому что мы изолированы, у нас весь рынок искусственный. В принципе, ДНР фактически ничего самого не производит. Все завозится и завозится с огромными наценками. Продолжение следует...